Скоростной транспорт или опасная забава. Все чаще на дорогах Волгодонска происходят аварии с участием мотогонщиков. Что говорить о городе, если в стране, по оценкам специалистов, каждый четвертый погибший в результате ДТП – это водитель мототранспорта. Однако сухие цифры редко кого останавливают. И только такие трагедии заставляют задуматься. На этих фото от 7 октября разбитый мотоцикл. Его 24-летний хозяин сейчас находится в БСМП. В ДТП он потерял ногу. Подобная авария произошла днем раньше в Цемлянске. Всего за последних 9 месяцев зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и скутеров, в результате которых погибли 2 человека. Садясь на двухколесные машины, молодые люди зачастую забывают об элементарных требованиях правил дорожного движения, превышают установленную скорость дорожного движения, также ездят без мотошлемов, что усугубляет последствия дорожно-транспортных происшествий. За последние 10 лет Виктор Ковин, вице-президент мотоклуба 100MC, на своем байке проехал не одну сотню тысяч километров. Признается, было время, когда стрелка спидометра на трассе достигала отметки 200 км в час. Сейчас не превышает и 120. Водители автомобилей просто физически не способны осознать, что нечто может двигаться на таких скоростях. Естественно, реакция не та, он смотрит, он может и видит на циклистах в зеркале, видит, что там фара приближается, но он представить себе не может, что это что-то буквально сейчас тут сразу, через секунду оно будет уже у тебя здесь. Потому что они привыкли, что ездят все со скоростью 60-80 в городе, а этот едет 160. Конечно, не спрогнозирующего скорость. Особую опасность на дорогах представляют скутеристы, ведь за рулем скутера чаще всего подросток, который не знает и не соблюдает элементарные правила дорожного движения, чем крайне возмущены водители автомобилей и пешеходы. Я сам не люблю мотоциклов, я их боюсь, поэтому я предпочитаю на машинах. Если старше 16-ти ездят, то ради бога, а когда малолетки ездят, я против, когда 14-13-летние, я против. До взрослых более-менее нормально ездят. Молодцы, которые вообще не знают правила, выезжают на дорогу. Надо быть аккуратно всем, не только водителям и машинам, и мотоциклистам тоже. Хотелось бы обратиться к родителям, которые покупают своим детям двухколесное транспортное средство, которое является повышенным источником опасности. Дети не знают правил дорожного движения, выезжают на улицы и, безусловно, происходят дорожно-транспортные происшествия. На сегодняшний день о выписке 24-летнего мотоциклиста говорить рано. Но и в здоровье медики оценивают как среднестабильное. Ему еще предстоит долгая реабилитация и не менее сложный период приспособления к новой жизни, в которой вряд ли он сможет снова вернуться к своему железному другу. Просьба к водителям быть внимательнее, потому что мотоциклист защищет только скорлупкой своего шлема, и в лучшем случае это если он одет. А вы защищены железной коробкой автомобиля. Марина Табатадзе, Андрей Томинов, События.